Грудинин Павел Николаевич, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», теперь его знает вся страна, весь мир. Человек, который совершил у нас на глазах последние три месяца экстремальное путешествие, остался жив, свеж, свежо выглядит, усы даже на место возвращаются. Пожалуйста, Павел Николаевич, расскажите нам о том, что вы познали за эти три месяца и как вы видите будущее. Александр Анатольевич, вы должны сразу знать, что процесс еще не закончился. Ко мне вчера приехало три человека и все сказали, слушай, тебе так этого не простят. У нас шесть арбитражных сделал, на нас насела налоговая инспекция, вокруг крутятся люди, которые хотят возбудить уголовные дела. Но дело даже не в этом. На самом деле это не главное. Главное другое. Вот тут вот в теме дискуссии записано, каких перемен ждет российское общество и российская экономика. Ну мы понимаем, что мы на пороге перемен. И я считаю, что вот эта избирательная кампания показала, ну я не имею в виду Владимира Владимировича Путину, у которого не было экономической программы, а вот все остальные программы, либеральные и другие, все проиграли. И социалистическая, социальная программа, которую предложила КПРФ и национально-политический фронт, национально-политические силы, она победила. Людям хочется все-таки, чтобы было справедливое распределение доходов от полезных ископаемых. Людям хочется, чтобы была прогрессивная шкала налога. Людям хочется, чтобы, как записано в Конституции, бесплатное здравоохранение и бесплатное образование было не только в Конституции, но и в жизни. Людям хочется, чтобы была справедливость во всем том числе и в распределении прогрессивного налога, который, ну богатые так и так в любой стране мира платят больше, чем бедные. И людям этого хочется. И я, когда мы с Борисом Юрьевичем были у президента, и он не даст мне соврать, я сказал, слушайте, я проехал 20 регионов России, 40 тысяч километров пролетел, огромный запрос на перемены. И когда бы вы ни приехали, везде одна и та же ситуация. Заводы и фабрики разрушены, они перестроены в торговые центры, главным драйвером роста является торговля, а не производство. Производство убито тарифами, налогами, вот этими ребятами в погонах, которых стало огромное количество. Я тут ехал сюда, вспомнил, мы когда-то на московском экономическом форуме с Потапенко, помните, да, выступали и говорили о проблемах. Проблемы никуда не ушли. Точно так же на нас висят правоохранительные органы и любому возбудят уголовное дело, если он, не дай бог, еще высунулся. Точно так же засилие административных процедур ужасное, невозможно вообще понять. Они пишут и пишут и пишут какие-то нормативы, а потом эти нормативы просто применить невозможно. Вот вам пример. Один приходит и говорит, закрой все двери. Другой говорит, нет, открой все двери. И оба наказывают. И ты уже не знаешь, что сделать с этим бизнесом. А в этот момент у народа вообще денег нет. Народ, как бы так сказать, загнали в нищету и говорят, слушай, производи продукцию. Вот вам один пример, я же все-таки директор совхоза. Вы представляете, в 2008 году государство сказало, у нас есть национальный проект развития села. Дало денег на покупку коров, дало денег на строительство ферм. А после этого взяла и стала вывозить пальмовое масло. И вот в этом году заключен контракт на то, что мы выставляем в Индонезию самолеты, лучшие наши Су-35. Оттуда в качестве оплаты получаем пальмовое масло. И естественно оно становится молочным продуктом. И кто же все-таки виноват в этом? Один министр говорит, мы будем до последнего патрона отстреливаться и бороться с фальсификатом. А другие тихо ввозят огромное количество пальмового масла и угробят молочную промышленность. Цена на молоко в некоторых регионах упала в этом году уже минус 4 рубля. Плюс к этому нагрузки делают Меркурий, Платон и все остальное. И ты сидишь и думаешь, слушай, какой-то разрыв сознания. Правительство Российской Федерации, которое обязано, на мой взгляд, делать все для того, чтобы экономика развивалась, делает все, чтобы экономика умерла. А президент Российской Федерации выходит и говорит, слушай, они неплохие ребята, они неплохо поработали. Они тут побороли инфляцию. Ну, мы уже говорили, лучшая инфляция это где? На кладбище. Там вообще никакой инфляции нет. Но только когда народ ничего не покупает, производит кирпичи, молоко, землянику, бесполезно, это невозможно. Поэтому что? Мы все сидим и ждем перемен. А перемены, они вот в ближайшее время произойдут, они не могут не произойти. После инаугурации президент скажет, какой экономический курт у нас есть. Но если он опять либеральный, если опять можно штукатурить как угодно эту стенку, но она уже гнилая насквозь, она разваливается. Невозможно жить, когда у тебя тарифы все время растут, а зарплата все время падает. Ну, реальные доходы населения упали. И мы не можем производить ничего, потому что никто не покупает. Зачем это все нужно? А нам привозят суррогаты, потому что это выгодно, потому что там еще и датируют, сюда ввозят. Слушайте, мы проиграли конкурентную борьбу всем без исключения, даже Белоруссии и Казахстану. И что, мы не видим этого, что ли? И сколько бы экономистов не выступало, инвестиции поступают в банки. Вам только что Оксана Генрихова показала. За два года 4 триллиона рублей попало в банки, а в производство из этих 4 триллионов что пропало? Да ничего. Потому что когда ты приходишь в банк, тебе говорят, слушай, ты не выгоден в принципе, ты не конкурентно способен. И у нас, что ты производишь? Все, что ты не произвел, все никто не купит. Поэтому общую ситуацию надо менять. Теперь вопрос, как это сделать? Мы все молимся, что президент нас услышит. И вот эта программа 20 шагов, которая была востребована, а по всей территории куда-то не приезжал, вот залы такие, еще больше, собирались люди в пароходах стояли. А они хотят изменения в экономической ситуации страны. Ну потому что невозможно жить все время в бедности. Мы загнали всех в кабалу кредитную, тарифную, ЖКХ всем все должны. Это невозможно. Надо что-то менять. Вопрос, что и как? Мы говорим, у нас есть программа, мы хотим правительство народного доверия. Вот Борис Юрьевич это все слышал. Мы хотим, чтобы экономическая ситуация стимулировала производство и покупку. Нам говорят, подождите секунду, вот подождите. Мы сейчас еще разрабатываем, вот Кудрин там ходит, ЦСР что-то разрабатывает. Слушайте, они нас удушат окончательно. Мы тихо идем в пропасть. Но два или там три года назад мы с Дмитрием Потапенко говорили, слушайте, так нельзя. Мы дошли до края. Край оказывается вот рядом совсем. Но еще какое-то движение есть. Нам так или иначе нужно консолидироваться и сказать, слушайте, правительство новое, которое будет. Потому что старое это бесполезно. Ну давайте, ну так или иначе. Есть ученые, вот Нигматуллин, есть Глазьев. Какую угодно стратегию, примите. У людей должны появиться деньги, а у предприятий смысл производить. Все эти великие Роснефть и Газпромы должны попасть уже в государство обратно. И вернуть все деньги, которые, ну хотя бы не вернуть, хотя бы вот эти, которые получают. Потому что Советский Союз, а мы об этом все время говорим, слушайте, хватало денег и при даже низкой цене на нефть, на все, в том числе и на модернизацию производства, на производство, мы даже каким-то иностранным этим государством помогали со страшной силой. А теперь денег не хватает ни на что. Объясните, где деньги. Поэтому такое, скажем так, эмоциональное выступление, ну понятно одно. В ближайшее время экономическую политику надо поменять. Поменять в сторону людей и в сторону производства. Если мы этого не сделаем, ну я боюсь, что произойдет то самое, что с Советским Союзом произошло 20 лет назад. Поэтому я надеюсь на лучшее. И я думаю, что все вместе надеются, что новый президент выберет новое правительство, которое новый экономический курс нам предоставит в ближайшее время.